Наш сегодняшний совещание проходит в преддверии замечательного праздника 8 марта. Этот весенний праздник мы всегда встречаем с особой теплотой. Он олицетворяет нежные и теплые отношения мужчин к женщинам. Сегодня армию России уже не предстоит без прекрасной половины человечества. В вооруженных силах проходит служба свыше 41 тысячи военнослужащих женщин. Из них около 4 тысяч офицерами, в том числе 44 полковника. Отмечу, что постоянно растет конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. В прошлом году он составил 27 человек на место. Этот показатель значительно выше, чем у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток. Подчеркну, что стремление связать свою жизнь с армией во многом складывается в наших довузовских образовательных организациях. В московском пассионе воспитанницы его филиал в Санкт-Петербурге учатся свыше тысячи девушек в Кызырском президентском кадетском училище 80. Отдельно отмечу, что сейчас более 30 тысяч женщин проходят службу по контракту в должностях сержантов. Около 7 тысяч имеют воинские звания, прапорщиков и мичманов. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими. Порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях вооруженных сил. За успехи в службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, из которых 24 боевые. Ведомственными наградами отмечены почти 8 тысяч женщин. Особую благодарность хочу выразить матерям и женам наших военнослужащих на их плечах. Воспитание детей, поддержание семейного уюта. Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что вы рядом с нами. Поздравляем вас от души с этим замечательным праздником, праздником весны, любви. Общаясь, счет весны начинается у нас с 8 марта. Счастья и благополучия вам и вашим близким. Переходим к тематической части совещания. На повестке дня три вопроса. Первый касается создания спутника ПИОН НКС, который является составной частью системы радиоэлектронной разведки ЛИАНА. Министерство обороны продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В декабре прошлого года мы утвердили график завершения работ по космическому аппарату ПИОН НКС. Сроки его запуска во многом зависят от предприятий, разработчиков и изготовителей аргентокосмической техники. Сегодня заслушаем доклад о том, что делают радиотехнический институт имени Берга и конструкторское бюро «Арсенал» для реализации намеченных планов. Далее рассмотрим вопросы выполнения государственного оборонного заказа предприятиями Объединенной судостроительной корпорации. В текущем году корпорации предстоит передать военно-морской флот, головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волков». Помимо этого в состав флота должны войти 6 боевых кораблей, фрегат адмирал флота «Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Одарцы» и «Джепов», большой десантный корабль «Петр Маргунов», базовый тральщик и 3 судна обеспечения. Также планируется завершить заводской ремонт 5 кораблей. В ходе совещания обсудим, как предприятие корпорации выполняет свои обязательства перед Министерством обороны. Поговорим о том, как ведется строительство сухого дока на 35-м судоремонтном заводе, где восстанавливается техническая готовность крейсера «Адмирал Кузнецов». В завершение рассмотрим ход подготовки 9-й Московской конференции по международной безопасности, которая состоится с 21 по 23 апреля. Это ежегодное мероприятие дает возможность обменяться мнениями по актуальным аспектам противодействия современным вызовам и угрозам. В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке. Я подчеркну, что эта конференция пройдет в канун празднования 75-летия Великой Победы. Ожидается, что на форум приедет более тысячи делегатов из 115 стран. Прежде всего, это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и представители экспертного сообщества. Рассчитываем, что конференция в очередной раз позволит детально рассмотреть проблемные вопросы в современности и вырубить подходы к их решению.